Виталий Хеми Первый вопрос. Разгар ноября. В это время наши земляки активно подхватывают острые респираторные заболевания, в том числе грипп. Как на сегодняшний день обстоит ситуация с гриппом в регионе? Мы говорим не только о гриппе острых респираторных инфекций. На сегодняшний день еще случаев лабораторно подтвержденного гриппа у нас нет. Не только у нас, но еще и по всей Украине точно так же не зарегистрирована именно циркуляция вируса гриппа. Но количество респираторных инфекций идет достаточно много. За прошедшую неделю у нас зарегистрировано более 10 тысяч случаев обращения по поводу острых респираторных инфекций. Это на 6% больше, чем предыдущие недели. Вообще мы считаем сезонный подъем заболеваемости начиная с 40 недели года. То есть считается 40 неделя, 52 это окончание года и еще 20 недель предыдущего. То есть 40 недели этого года до 20 недели 2018 года. И заболеваемость считается всегда эпидсезон 17-18 года. Потому что обычно начинается в первую очередь циркуляция вирусов гриппа А. А у нас в этом году будет циркулировать новый вирус, вирус гриппа А, Мичиган. И сохраняется А, это АН1Н1, сохраняется циркуляция вируса гриппа А, АН2Н2, это Гонконг, и вирус гриппа Б, это Брэйсбет. Вот обычная, ну это эпидемиологически так уже идет, что вначале идет циркуляция вирусов гриппа А, а вот уже к концу эпидсезона там подключается вирус гриппа Б, и вот он тоже дает свою вспышечную заболеваемость. То есть будут заболевания в организованных коллективах, он не дает такой массивности. А вот вирус гриппа А, он очень контагиозный, и вот наше население при любой встрече начинает болеть. Именно вот это количество заболевших идет за счет, в общем-то, циркуляции вирусов гриппа А. Причем по данным и Всемирной организации здравоохранения, и Центра гриппа в этом году ожидается подъем заболеваемости, где-то прирост заболеваемости до 14%. В принципе, мы как бы и сейчас уже видим, по сравнению с такой же неделей прошлого года, у нас интенсивная заболеваемость выше уже на 13%. То есть количество заболевших людей идет больше, чем уже по количеству, чем было в прошлом году. То есть уже вот эта вот массивность идет больше. И причем надо отдать, в общем-то, должно сказать, что по обращаемости, естественно, конечно, у нас в основном идут дети. Это до 73% в основном это дети. Причем вот эта неделя, то есть прошли каникулы, неделю детки позанимались. И среди детей школьников основная заболеваемость идет среди детей школьников. То есть идут заносы вирусов именно в организованной клике. В первую очередь, конечно, школы, там, где контакт достаточно большой. И увеличилась госпитализация. У нас за неделю госпитализировано более тысячи человек по области. И это то же самое в основном дети. Это тяжелая, в общем-то, клиника респираторных инфекций. И вот в данном случае вот ситуация вот такая вот по респираторным инфекциям. И вот даже при опросе населения, потому что я отслеживала, как люди реагируют на то, что мы говорим, что единственным методом защиты это и есть специфическая профилактика. То есть иммунизация. Надо сделать прививки. На сегодняшний день мы обращались, в общем-то, ко всем поставщикам иммунобиологических препаратов. И у нас в этом году достаточное количество вакцины зависено до 100 тысяч доз вакцины. Поэтому она есть и в аптечной сети. Основная вакцина – это Voxigrip, та, которую, в общем-то, все знают. Но вот это недоверие к вакцине, что будем лечиться какими-то своими методами, там, пить что-либо, там, витамин С, есть овощи, фрукты, в данном случае это не поможет. Это да, это в какой-то степени улучшает иммунитет. Но начинает говорить о том, что, в общем-то, почему каждый год мы должны делать прививки. Да, на самом деле, с учетом циркуляции новых вирусов, выпускается и вакцина, та, которая имеет в своем составе штаммы тех вирусов, против которых будут циркулировать полностью и в странах Европы, и у нас. Ведь вирусы циркуляции будут во всем земном шаре у нас одинаковые, что у нас, что в Европе, что в Америке. И вакцины по всему земному шару, где идет выпуск вакцин против гриппа, они имеют одинаковый штаммовый состав. То есть она будет такая же вакцина и в Европе, такая же вакцина и в Штатах. Поэтому говорить о том, что она некачественная совершенно нельзя. Именно она единственная вакцина, которая полностью защитит человека от возможности заболевания. И кроме того, ведь мы же говорим о том, что грипп – это достаточно тяжелое заболевание. Под гриппом многие наши люди думают о том, что это… Вот проходит какая-то респираторная инфекция, вот мы заболели гриппом. Да нет, не гриппом вы заболели, а респираторная вирусная инфекция. А циркуляции вирусных у нас в вирусологической лаборатории сейчас подтверждают достаточно много. И они все разные. Вирусы циркулируют, которые вызывают респираторные вирусные инфекции. Но не грипп. Они протекают в более легкой инфекции. Одни вирусы вызывают заболевания какие-то со стороны носоглотки, горло болит, у кого-то насморк. Это все это… Такая температура где-то может быть до 38, но когда, если в случае заболевания гриппа, клиника развивается достаточно быстро и остро. И температура не будет только 37 или до 38, она будет и 39, и до 40. И снижаться она не будет. И обильное питье в данном случае не всегда это поможет. В какой-то мере, да, вымываем мы разложение вирусов из организма. Это питье всегда хорошо. Но, тем не менее, вирусы гриппа поражают совершенно все органы больного человека. То есть самое опасное, если особенно детки или взрослые перенесли какие-то вообще пневмонии, бронхиты, подвержены быстрое вот такое вот заболевание. Многие мамы жалуются, начинаются осенью постоянно. То начинают кашлять, то это, то насморк, то что-то. Вот когда вот такое вот у ребенка есть, конечно, его надо защитить, потому что грипп именно вызывает осложнения со стороны тех органов, которые имеют уже проблемы в организме, особенно со стороны легких. В случае заболевания диабетом быстро тоже клиника развивается. В случае заболевания воспалительной процессы среди почек или так далее. То есть вот эти все хронические заболевания, они при этих, это развивается быстрая клиника гриппа, если произошло инфицирование. Поэтому мы и призываем, чтобы провести иммунизацию детей, которые имеют в своем, в общем-то, какие-либо осложнения уже и проблемы. Взрослое наше население, тоже имеющееся в своем составе вот такой вот багаж хронических заболеваний. Люди, которые очень много контактируют. Ну вот предусмотрена нашей программой по гриппу контингенты, которые контингенты риска, которые возможны, будут, возможность иметь будут контакт с людьми и возможность заболевания. И вот как раз таки по этому поводу вчера и шла речь на аппаратном совмещении у губернатора в плане того, чтобы активизировать именно глав администрации наших территорий, всей области. Так как эта вакцина не в планном порядке, министерством она не закупается, она предусматривается, закупки идут из местных бюджетов, предприятиями, организациями, у которых большие коллективы и где надо защитить. Это было бы прекрасно, если бы директора супермаркетов, где очень много сотрудников работает, и для того, чтобы сотрудники работали, да, их надо защитить. Это различные банки, где идет большой контакт вот среди людей. Я уже не говорю о учителях, педагогах. Это дети закрытых коллективов, это интернаты, дома ребенка, там, где именно вывести детей нельзя, то есть разобщение невозможно. То есть вот такие вот группы, которые должны быть обязательно привиты. Защитить нужно не только от гриппа, мы исчерпывающим за эту тему буквально закрыли, но тема гепатита также поднималась на аппаратном совмещении. Я так понимаю, что в области в некоторых районах реально фиксируются вспышки гепатита, превышенно активные заболевания. Ну, во-первых, это как бы, мы говорим, сейчас вообще у нас как бы три проблемы в области существует. Это наступающий грипп, это вирусный гепатит и это корь. Три проблемы, которые, и вот все эти три инфекции, они вирусные. Как и вирусный гепатит А, вирусная этиология, как и корь, вирусная этиология. И они все имеют свою сезонность. То есть, как и грипп, и эти две инфекции, они осенний, зимний период их увеличения заболеваемости. Циркуляции вот такого интенсивного подъема вирусного гепатита у нас не было 10 лет. То есть, 10 лет тому назад у нас шел эпидемический подъем. На сегодняшний день прошло 10 лет, это эпид-процесс. У нас накопилось большое количество людей, которые не контактировали, но не имеют никакого иммунитета к вирусному гепатиту А. И вот при заносе вот этой инфекции, вот сейчас у нас идет эпидемический подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. Чем, в общем-то, она как бы и опасна, это заболевание? Потому что вирусный гепатит А та же кишечная инфекция. То есть, она передается через грязные руки, через продукты, через воду. Это вот контактно-бытовой путь передачи. И второй путь передачи возможности инфицирования – это водный. На сегодняшний день основной путь инфицирования и регистрации вспышек в наших организованных коллективах – это контактно-бытовые случаи заболевания. Именно контакт среди детей. И вот сегодня эта проблема, вот как раз она у нас в основном и в школах идет регистрация, особенно на территориях района, где и выявляются нарушения режимных вопросов. И в данном случае организовать все то, что необходимо. А это начиная с элементарного – мытья рук. То есть, мы даем для директора школы, для организации всех элементарных условий, чтобы предупредить распространение этой инфекции только конкретно мытью рук. Но чтобы вода была не холодная, теплая, ребенок не будет мыть руки, если вода будет литься холодной. Чтобы было мыло, жидкое мыло. Чтобы были рулонные полотенца. Чтобы ребенок вымыл. Чтобы из туалета он выходя тоже помыл руки. Чтобы у каждого была индивидуальная бутылка с водой. То есть, возможность передачи каких-либо бутербродов, каких-либо яблок. Когда ребенок один принес, дал другому откусить кусочек. Дети делятся между собой. И вот таким способом идет передача инфекций. Кроме того, подростковый возраст. Когда уже начинают где-либо прикурить, закурить. Особенно молодые люди. Это тоже достаточно серьезный пункт передачи. То есть, один покурил, дал другому и так далее. Вот это путь передачи инфекций. И вот это контроль со стороны педагогов, старших учеников. Правильная организация питания, обработка посуды. То есть, вот это все. Вот эти наши групповые заболевания в организованных складываются из нарушений этих моментов. К сожалению. И дальнейшее идет распространение этой инфекции. Если мы, то есть, со стороны руководства, организованных наших, вот этих, в первую очередь, директоров школ, не будет сделана конкретная вот такая вот организация мероприятия. Тогда все прекращается. К сожалению, у нас и домашние очаги есть. Распространение, где дома. Это в основном, конечно, многодетные семьи, где условий соблюдения таких режимов, как положено, конечно, отсутствуют. Я надеюсь, что вот за эти 15 минут нас и родители детей услышали, и руководство школы, и руководство, в том числе, и советов, администраций, элементарные предписания нужно выполнять, по крайней мере, защитить себя. На начальном этапе получится. Я благодарю вас, Людмила, за то, что сообщили нам полезную информацию. Может быть, не очень утешительную, но, по крайней мере, люди, которые нас смотрели, слышали, знают, как не допустить обороться уже совместными усилиями. Я думаю, мы сможем. Спасибо за участие в нашем диалоге. Приходите еще с хорошими новостями. Оставайтесь на репортере, берегите себя и будьте здоровы.